Здравствуйте, дорогие друзья! На канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня мы с вами поиграем в The Long Dark. Мы продолжаем нашу историю выживания и поисков Астрид. В прошлой серии мы пытались найти домик банкира, где нам нужно отыскать код от сейфа в банке и по поручению Серой Матери что-то найти в этом самом банке. Я облазил в прошлой серии в ферму. Наши поиски, что касается именно кода, были тщетными, но нашел там какого-то бандита, который был критически ранен, и я думаю, его ждет только один выход. А также мы нашли там ключ от, кажется, 15-й ячейки в банке и подсказали мне в комментариях, где все-таки находится домик банкира. Он на самом деле здесь, очень близко. Он в Милтоне был все это время, а мы ходили куда дальше. По идее, это должен быть он, сказали, с флагом канадским по этой улице, по эту сторону. Судя по всему, я здесь уже был. Если это тот дом вообще... Что у нас здесь? Ну, если что, пойдет на тряпки свитерок. Носки точно пойдут на тряпки. Так, сюда, сюда. Пусто, пусто, пусто. Газировка. Газета. Воду мы отсюда не брали, воду можно будет взять. Но это потом. О, вот это хорошо. Нашли набор для шитья. Да, код здесь. Давайте прочтем текст. Код у нас 19-3008. Запомнили. Возьмем с собой, а то вдруг забудем. Так, а что я хотел? Я хотел здесь забрать воду. Полтора литра воды, чуть-чуть больше. Лишними не будет. Но теперь уже с кодом... Ух ты, кроссовки. Кодом от банковского сейфа можно смело направляться в банк. Так, вес нам пока еще позволяет бегать, но у нас все равно присутствует перегруз. Поэтому нам нужно будет поразбирать вещи, которые лишние. Я, возможно, займусь этим между сериями, а пока их просто где-нибудь выброшу. Например, в доме серой матери. Но сначала отопаемся. Хотя... Куда там? Банк? Либо к серой матери. Чтобы все скинуть лишнее. Почтовое отделение. Здесь мы в прошлый раз уже бросали свои ботинки. Давайте здесь же сейчас выбросим снова. Так, это бросить. Секундочку. Вещи, вещи, вещи. Давайте и парку выбросим. Вот эту. Потом заберем. Пойдем к серой матери и там у костра будем все разбирать. Секундочку. Давайте взглянем еще раз. 19.30.08 Есть. Все. Маккензи грабитель ворвался в банк. Пустые ящики. Как всегда, бумага. Бумага, бумага, книги. Кто-то даже книги в банке хранит. Десятая ящика пустая. Одиннадцатая ящика пустая. Пустая. Пятнадцатая ящика открывается ключиком. Устанется у меня. Сейф сейф серой матери. Заберем. Она просила. Деньги трогать не будем. 20 ячейка тоже открывается ключом и здесь увеличительное стекло. Увеличительное стекло можно использовать для разведения огня. У меня конечно в жизни таких практик разведения огня увеличительным стеклом не было, но есть опыт с биноклем. Книга, значит седьмая ячейка еще закрыта, тринадцатая ячейка еще закрыта. Это если что какие ключи мы можем найти. И все. Ну да, ну да, седьмая и тринадцатая. Здесь как всегда бумага. Может тут еще чего ценного завалялось. Так. Давайте все это мы возьмем. Еду брать не будем, у нас и так ее целая куча. Еще в доме серой матери стоит ее супчик, которым она нас любезно угостила. Ага. 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 Тут у нас еще мясо даже готовое есть. Короче запасов еды целая куча. Такс. Ладно, с одеждой разберемся потом, давайте пока поговорим о сейфе. Я пришла сюда, чтобы приезжать к нам, и… Я успел узнать его. Похожащийся. Здесь есть припасовый рост, что вы проследовали. Я пока не... Говори, пожалуйста, спасибо за мне. Получай мне этот блок. Чем料ю? Я не понимаю. Вы сказали, что это будет помогать найти ее. Это будет. Уссидер, это будет. Мне нужно найти мой парень. Вы думаете, что ты будешь в порядке здесь? Ты сделал больше для меня, Маккензи. Эти пырлы были мои лилии. Я не видел ни в парнях или банках, что-то вроде как лилии. Лилии было... Это не важно. Ты... в твои погрешения, грехи? Может, ты думаешь, что Лилии и мой парень были так же? Я извиняюсь, Маккензи. Я думала, что я помогла тебе. Это все. Я не думаю, что ты в опасности больше. Ты должен быть достаточно декабря для нас. Я думаю, что помощь будет в порядке. Я думаю, что помощь будет в порядке. Сейчас я у меня ее пырлы. Лилии, что-то. Что? Извините, я не понимаю. Я не могу. Я не могу. Я не помню, что ты. Но... сейчас... ты можешь взять ее. Я не могу. В ее 작은 комнате. В ее шагу. В ее кладку. В ее пыли. В ее печи. В ее пыли. Вместое. Я имею в виду другого пути? Да. Моя лили была скрытка. Это что случилось. Она... Не важно. Возьмите ручку, картофель, следите за ее путь. Это ведет тебя из Милтон и глубже в мутын, вверх, вверх, вверх. Хорошо. Если ты уверен. Спасибо. Теперь отвезь меня к моим воспоминаниям. Возьмите туда и найдите вашего друга. И не остановитесь, думая о Милтоне или Греймаде опять. Где же старый мир? Этот новый мир сильный, чтобы survive. Ваш серая мать нам рассказала о том, что Лили это ее, судя по всему, дочь. И она немножко запуталась. Она все это время говорила о Лили с нами. И теперь, когда мы принесли украшения, мы подарили ей память, а взамен можем забрать вещи Лили. и возьмите их к Лиле. Лили еще здесь? В Милтоне? Почему она не сказала так? Возьмите ее. Возьмите пырлы и дайте их к Лиле. И тогда я могу остаться в спокойствии. Так, мы получили еще одно поручение от серой матери. Это нужно отнести это украшение Лили. Так как она погибла, то, очевидно, это будет на кладбище. Опять-таки, нужно все здесь повыбрасывать сейчас, потому что чиниться будем потом. Потом. Это тоже бросить. Спортивные носки бросить. Так, ну все остальное, кроме вот этих вот перчаток на нас надето. Но перчатки пока еще не высохли, не просохли. Тоже здесь оставим. Она говорила про вещи Лили, которые мы можем забрать. Они наверху чемодане. Давайте посмотрим, что там есть. А где? вот здесь. Это альпинистские носки, которые могут быть гораздо лучше. и карта. На карте отмечен маршрут, который ведет за пределы этого места. Больше здесь ничего отыскивать нельзя. О! Несмотря на то, что я выбрасывал вещи, у нас все равно остается значительный перегруз. Это, видимо, альпинистский трос. Так повлиял на вес. Его мы сейчас тоже оставим и отправимся отнести жерелье. вакс. стакс-стакс. Где трос? Вот трос. Бросить трос. Вот это тоже бросим, но пока хватит две маленьких наших штуки. Ну, лампа останется, факельные ракеты на всякий случай останутся. По еде. По еде давайте сожрем мясо. Наелся. Напился. В дорогу. У нас все равно остается серьезный перевес. Поэтому нам невылательно набирать по пути много всего. Серой матери еще как минимум раз мы вернемся. Сейчас бы еще узнать с какой стороны находится это кладбище. Давайте. Давайте заглянем в карту. Карта, карта, карта. Здесь есть карта? Вот. Горный парк, потерянный рай. А нам нужно... Так, это сюда мы ходили. Короче, раз мы ходили в эту сторону и здесь не было монастыря, то нам нужно в другую. Секундочку. Секундочку. Надо сориентироваться. Куда нам вообще идти? Нам туда. Ну, я так думаю. Сейчас посмотрим. Я очень оптимистично бегаю, отдаю свои силы. Но в случае, если у нас нападет волк, это будет плохо. О, ладно. . , , . Продолжение следует... Опустился достаточно сильный туман, далеко прям не видно. Я надеюсь, я не ошибся насчет стороны, в которую иду. Секунду, это что, волк? Это волк. Прячемся от него в машине. Эх, жаль. Ну ладно. Ладно, у нас есть чем лечиться. Все, все хорошо. Значит, аптечка, антисептик. Антисептик. Скажи, что у тебя есть повязка. Я вроде делал запас повязок. На самом деле, так быстрее избавиться от волка, чем ждать, пока он идет сам. Да, у меня есть повязка. Нужно остановить кровотечение. А чем там лечится? Ох. Это все лечится повязками. А, есть обезболивающие. Давайте пока залезем в машину, выпьем таблеток. Дамить. Ой. Не против того я это использовал. Против боли нужно использовать. Абас. Ну и где? Я понял. Так, заходим в рюкзак. А все у нас было только один обезболивающий. Чайрейшая. Это антибиотики. А вот шиповник. Шиповник у нас против боли. Давайте. Выпьем. Боль прошла. Ну, а другие раны нам не дают бежать. Тотеет достаточно тепло. Даже сейчас, при такой погоде, температура не падает. Конечно, персонаж говорит, что плохо себя чувствует. Это, конечно, плохо. А я бы тоже плохо себя чувствовал, если бы меня волк укусал. Радуйся, что вообще выжил. Кстати, этого волка можно отследить, он скорее всего где-нибудь умрет. Мы же его топором побили. И потом собрать с него куры и мясо. В мясе мы не сильно нуждаемся еды. У нас целая куча запасов. У серой матери лежит-то и с собой немало. А вот шкура пригодилась бы. Так, вот здесь у нас есть надгробие. И... Что здесь? Здесь Райан Смит. Нам нужна лилия. Ну, нет, не твое. А где твое? Так, ладно, мне не нравится, что я не могу бегать. Зайдем в середину. Здесь полечимся. Здесь полечимся и выйдем в окрестностях, поищем. Крисовые. Это неплохо. Мадам. Факел. Факел я возьму сразу. Здесь полечимся. Для того, чтобы полечиться, нам надо скрафтить парочку повязок. Уже, кстати, наступает вечер. Скоро стемнеет. Давай еще одну. Нужно сейчас быстренько выйти, пробежаться вокруг, глянуть. Где же лилии? Есть. Есть. У нас еще в запасе три повязки. Вот здесь продолжение кладбища. Цветочки когда-то здесь были. Нет, это не лилии. Кто ты? Эмили Кам. Шиповник. Джессика Рой. А вот это она. 1969-1985. Как-то давно это было. Как-то давно. Возможно, точнее, точно стоит вернуться к Серой Матери. Но, возможно, из-за того, что мы выполнили это ее, скажем так, дополнительное поручение, она нам даст какие-то подарки. Сейчас вернемся и сможем оценить перчатки. Мы там оставляли перчатки, которые были промокшие. Возможно, не лучше, чем эти флисовые, которые есть на данный момент. Лыжные носки по-любому улучшены, их нужно отремонтировать. Но даже при таком раскладе пока персонаж не испытывает недостатков температуре, скажем так. Закрытый пустой багажник. Закрытый пустой багажник. Как удачно расположен дом Серой Матери. Он, получается, находится в самом центре Милтона или удобно во все стороны. Не слишком прям далеко ходить, бегать. Серая мать, я снова здесь. Я снова пришел. Как дела? Так, давай поговорим с тобой. Лили, your daughter. Редактор субтитров. Погнал «вучение». Маккензи 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 Переличные альпинистские ботинки 2 градуса тепла И 1,6 градуса от ветра При этом они Всего лишь 81% Целостности имеют То есть их можно еще отремонтировать И будет гораздо лучше Естественно они Самые лучшие Но по весу 2 килограмма А, это берцы 2 килограмма Альпинистские 1 килограмм Альпинистские прям очень крутые Значит перцы пока бросаем Не, я тут бросать больше не буду Их мы будем разбирать Скорее всего Перчаточки Перчаточки Так, 0,6 градусов тепла И 0,3 От ветра При 63, да Сколько там? При 63 А эти дают 0,3 градуса тепла И 0,3 от ветра При 65 Но при этом Они чуть-чуть легче Как бы в два раза Все равно давайте Починим вот эти вот Ага, они Они для ремонта Требуют высушенную кожу Все, тогда отмена Будем носить вот эти перчатки Их можно ремонтировать тканью Ткань Это более Легкодоступный материал А кожу лучше как раз таки Тратить на ботинки Или на что-то Более ценное Эти перчатки мы разберем Те перчатки тоже разберем Шерстяной свитер Или рубашка Маккенди Но тут я не знаю Что тут будет лучше Давайте для сравнения Мы починим Чтобы оценить Хоть как-то 65% целостности У рубашки 85 0,4 0,4 Но, наверное Свитер будет все-таки Получше Поэтому мы еще раз Его отремонтируем И наденем Рубашку Маккенди Я выбрасывать не буду Это все-таки Одежда Маккенди Вот эти штаны Можно починить Можно и не чинить Пока еще Шапки в хорошем состоянии Куртки в хорошем состоянии Это сойдет Здесь Теперь Занимаемся Разборкой Всего этого Ой Так Надеваем хорошие перчатки И вот эти перчатки Мы соберем Они нам дадут Один кусок высушенной кожи Те носки мы оставим А спортивные И более поношенные Мы соберем Таким образом Мы избавляемся От лишних вещей От веса И получаем Материалы Для ремонта Эти ботинки Вообще Никуда не годятся По-любому Их разбирать Уже Маккенди Устал Критично Я бы сказал И Ночь наступила Ну ничего Пока еще Поразбирает Кроссовки Во всем плохи Кроме веса Не занимают Полкилограмма веса Но мы все равно Их Разберем Все Так у нас еще остались Берцы Но берцы новые Пускай останутся Старухи Разбирать их я не буду Останутся стоять здесь О Шмотка Вроде как Все Выпить Водицы Снежка Это пожалуйста Есть Напились Наелись Поднимаемся Вверх Возьмем Возьмем Факел Нет Возьмем У нас же Есть Лампа Так тут у нас еще есть Парк у которой мы Тоже можем разобрать Кстати Ну-ка сейчас Ну-ка сейчас глянем И оставить ее Две ткани мы с ней получим Но парка явно лучше чем две ткани Поэтому просто выбросим ее Кожа останется здесь лежать У нас еще целая библиотека Все еще у нас огромный перевес Все еще А нет Это может кстати и не перевес быть Это может быть Мы не можем много носить Потому что Маккенди устал А раз устал Что нужно делать правильно Отдыхать Нажимаем-ка поспать Восемь часов Возможно он не выспится Ну конечно Лег где-то Около Трех ночи Еще бы Наступил день Но Маккенди Все еще Не выспался Давайте перекусим Попьем Перекусим Попьем И еще Ляжем Подремать чуть-чуть Так Воду Хватит Хлебать Воду Начнем Пить Напитки Еще Давайте-ка Четыре часа И к вечеру Отправимся Ну как раз Так Чтобы В ночь Уйти Так Отлично Уже Вечер Маккенди Выспался Нам еще Надо взять Альпинистский Трос Котелок Я брать Не буду И так Места Нет Домашний Суп Оставим Наверное У нас и так Целая куча Всего Давайте Съедим Банку Персиков Карта Леви Из Нового Ключ От Сейфа 15 Так Я не понял Мы же Открывали Это А Она Просто Никуда Не делась Хорошо Люди Люди Ну-ка Хопс Ага Это Хопс Это Тот преступник Который Мы находили В На ферме Короче А что Он Мне Подсвечивает Что Здесь Что-то Типа Не Прочитано Парту Я Смотрел Книжки Я Уже Смотрел Ладно Блин Блин Все Равно Нельзя 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 Бежать Так Так Поймайте Кроликов Капкан Ищите Собирайте Ничемные Травы Нам Нужно Еще Сделать Получается Чай Ириши И чай Шиповника Достаточно Ветрено Я вам Скажу Ну да Ладно Она Говорила Отправляться Куда-то Вверх Куда-то К Скалам Что-то Такое Сейчас Мы туда Пойдем Я так Понимаю Двигаться Нам Нужно Уже По Картам Виде Бери Пожалуйста Фонар Спасибо У нас Спальник У нас есть капкан Кроликов Если мы Найдем Себе Где-то Уберниче В месте Где будут Бегать Кролики Можно Будет Выставлять Капкан И Надеяться На то Что Не умрем Мы С голоду Вот Сейчас Кстати Я думаю Что Мы Уже Крайний Раз Отходим От Серой Матери Что Тут А Это Качевик Шатается Думаю Что За Цепь Полтается По Звук Так Погоди-ка Это Там Ферма Наверное Нам Нужно Идти Уголь Он Мох Болтается Ай-яй-яй Так Ну-ка Карта Почему-то Эта Карта Ведет Как бы Вокруг Если Я Вообще Правильно Понимаю Ой А Встань Нормально Пожалуйста Так Давайте Откроем Эту Карту И Откроем Реальную Карту Здесь Я Так Понимаю Город Укроем Реальную Карту Да Здесь Вот Город И Нужно Как-то Вот Так Обходить Как-то Вот Так А я Получается Ушел От Серой Матери Где-то Сюда Это Значит Я Иду Не В Ту Сторон Правильно Я Вижу Линию Электропередач Сейчас Выйдем На Дорогу И Куда-то Пойдем Так Волной Какой-то Круг Небор понятный сделали круг почета около милтона и нам нужно идти в сторону заправки там где-то свернуть чуть-чуть выше наткнуться на какие-то горы и с помощью альпинистского троса спуститься с них так давай ка выпей напиток пожалуйста большой ли у нас перевес 47 до такой приличный пока даже не замерз это классно так конечно блин с такой скоростью передвигаться вообще печально хотя зайдем на почту что-нибудь покидаем факела наверно я не знаю но у нас конечно трос 5 килограмм вождь сколько трос плюс одежда тяжелая хорошая будет по всему милтону будет разбросаны наши вещи так бросить 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 оставим все три факела 44 килограмма перевеса ну давай ты еще воды попей попей еще немножко воды чуть легче станет уже можно бегать класс но при беге сильно снижается усталость точнее повышается усталость тихо тихо я взял факел не факт что этот факел нам поможет возможно просто стоит бежать но если что хотя бы у меня будет в руки факел может сожжем этого булка там кстати вон олень бегает он может отвлечься и ситуации а может там волк а может там волк я столею окном серая мать говорила что нужно куда-то вверх не вижу но по ландшафту так в правую сторону чистом вверх плюс на дороге все-таки волки гуляют на это волк жрет но я не хочу сейчас заниматься этим делом волк напади на волка чё ты смотри добычу жует там еще третий ходит как-то их реально дофига стало тут было сак можно только топор купи себе и живи топи сколько врезит волк ты видишь я уже ушел с дороги чё ты за мной продолжаешь ходить не ходи за мной так здесь лавочки у нас какое-то место типа для отдыха дорога еще одна какая-то главное не остался на этой дороге а показывает нам что эта дорога как раз таки для лыжников или крутой склон что-то в этом роде надеюсь я иду верно потому что если нет то здесь и кролики он бегает так давайте мы потом это прочитаем пока просто заберем так как волк не дает не дает расслабиться волк то может и кролика какого-нибудь цапануть он походу уже побежал за зайцем хороший выбор кстати кстати кролика мы можем забрать волк слышишь меня слышишь понял хорошо оружие камень как тебе такое испугался молодец кролика мы заберем ай-яй ай-яй сломал растянулся больно а давайте выпьем чай шиповника против боли помогло а против растяжения используем повязку всего и скорая помощь не надо сразу все исправили теперь от нас правда попахивает кроликом зато теперь у нас есть бесплатный кролик опять целая куча веса но сейчас мы это немножко исправим тем что поедим может станет чуть легче а у серой матери так и остались лежать на шкуре но маккензи пообещал вернуться и в следующий раз когда мы к ней зайдем они уже точно будут сухими так что тут у нас за здание здесь по моему я уже был да не помню ну да в аптечке пусто точно был только я могу так качественно все обжарить неприятный ветер поднялся но зато здесь на вершине должно быть красиво сейчас выйдем туда поглядеть на что-то красиво на что-то красивое так убери камень пожалуйста еще шиповник шиповник возьмем целая куча камней так у нас есть два камня но по крайней мере здесь не подсказываешься с ним можно что-то сделать красиво красиво красота неописуемая не знаю стоит ли ради таких моментов подниматься в горы это весьма сложно но ощущение в горах я уверен очень крутые хотя бы раз точно стоит хотя бы разочек можно использовать трос и кстати это же повлияет на вес это хорошо давайте пожрем пожрем нахмышу не знаю сможет ли он спуститься с таким грузом и сможет сможет и вообще не знаю так слишком тяжелый рюкзак не сможет но трос мы уже хотя бы привязали сейчас можно зайти в эту в это здание в эту будку разобраться с кроликом в целом поспать возможно если там можно поспать но забирать все мы надо по максимуму с собой потому что потому что чтобы вернуться сюда придется обходить вокруг в гору вряд ли уже полезен давайте тем более сейчас уже наступит ночь а сходить в ночью по незнакомой территории явно не очень явно не очень там принципе можно было пойти поставить капкана я не хочу поэтому сейчас мы займемся разделкой кроликом здесь еще есть даже два куска мяса так где ты кролик ты здесь в какой ты вкладке находишься кролик кролик находится в кладке еды так собираем одну будем использовать топор окей хорошо 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 как просить вкладка еды кролик 45 минут и 40 минут руками лучше за 40 минут руками чем за 45 минут топором ой вот так снова бросаем ну а вдруг мы здесь когда-то будем проходить то нас уже здесь будет ожидать сухая шкура кроля снова возвращаемся к нашему кролику и работаем с мясом за 15 минут принципе я не сильно спешу можно это сделать и руками окей есть мы и его пока не будем готовить наверное тот же выпьем какой нибудь газировочки и и ляжем отдыхать и ляжем отдыхать всякую фигню пока чё зря можно собрать вот это вот сделать дело все равно сейчас темно сейчас ничего не видно вот это вот еще сделаем вот это вот сейчас просто ждем пока наступит свет параллельно делаю какие-то полезные штуки чтобы зря время не тратилось так сейчас уже надо попить это но практически мало у нас жидкости в организме вот уже и свет настал попили и поели сейчас еще выпил вот это вот воды у нас мало конечно конечно мало воды но воду можно натопить если чего уже становится по немножко видно сейчас попробуем отправиться снегопад снегопад попробуем отправиться вниз по тросу хотя все еще говорят тяжело тяжело я не знаю усталости у тебя нет ты хорошо отдохнул слишком тяжелый рюкзак что от чего избавиться чего отказаться 4 килограмма есть съешь съел молодец давай выбросим тут почти килограмм мяса ты наевшийся напившийся скоричнева рубашку бросить рубашку можно рубашку бросить она не так вот много весит можно это бросить окей 30 почти 38 килограмм веса у нас сейчас надо как минимум 35 давайте бросим хотя здесь 100 грамм что те 100 грамм ладно давайте еще этот килограмм мяса выбросим окей окей 36 килограмм давайте выпьем чуть ли не всю воду которая у нас есть ну давай скажи что ты можешь ползти ты не можешь ползти от чего же от чего же я могу отказаться что так много весит я даже не понимаю вроде как ничего особо и нет давайте вот 24 спички на 200 лет а у нас клуб есть книги полтора кино одну книгу я в любом случае оставлю и вот эти палки половина давайте 8 все сейчас мы сможем бежать куда угодно так замечательно спускайся пожалуйста а уже кстати ход вал ты 100 легкий ушиб ты так не делай ты не падай я думаю, что эта палка была мягче чем она смотрела ну а да интересно высоко было или он так не слишком высоко как лечится этот легкий ушиб ну ка а все нормально нет никакого ушиба это нас обманули хорошо удачно приземлился скажем так так а куда же дальше там вон видно что то есть я по крайней мере я вижу огонь а надо восполнять запас палок всяких ворон и сейчас мы посмотрим чем тут у нас игра парады грибочки грибочки нужны заморожено давайте разломаем ой ага чтобы тебя разломать ты должно быть чуть чуть не на сто процентов замерзшим так с этим господином мы уже встречались по моему на заправке как раз у него тут есть кусочек еды и чуть кофе поговорим но мы снова встретимся это что ты делаешь? это что ты делаешь? хранить на кампфарах и поделись? это те времена разлом эти времена разлом давайте посмотрим если я могу помочь вам сделать их я старый человек я видел много вещей некоторые говорят слишком много я видел это случилось мы прошли удача теперь мы не хотим мы пайся мы надеемся мы стоим мы ошли религию не религия религию религию This is about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon will all be tested. Продолжение следует. 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 Все, забираем банку Я бы снял шкуру На самом деле Мы не будем на это тратить время Сейчас подождем, пока чуть-чуть нагреюсь Потому что на улице слишком холодно У костра нормально У костра пойдет Одежда у нас Шикарная Кроме вот этих штановых Можно было бы чуть-чуть отремонтировать Но пока еще Рано Все, в путь Стоп, а куда идти? А куда идти непонятно Куда же идти? Знаете что? Я тут смотрю, что уже Времени целый час прошел Давайте тогда сделаем Таким образом Я снимаю Куру с этого оленя Кидаю здесь сушиться И на этом мы завершаем Нашу серию Почти критически замерз Почти критически замерз Продолжим в следующей серии Так, гусить Все это здесь посохнет Если что Мы здесь можем перекантоваться И даже Подождать следующего утра У нас есть спальный мешок Как бы он здесь горит Здесь прям очень круто Поэтому Я здесь Давайте Чтобы сохраниться Чтобы сохраниться Скажи, что здесь можно спать Есть Часик поспим Заодно восстановим Немножко здоровья Мы его чуть-чуть Потеряли Наверное Когда Дрались с волком Или когда упали Со скалы Главное Потом Не забыть Забрать спальный мешок Ой Ну ничего Часок еще можно Что ж Дорогие друзья На этом Завершаю Спасибо За просмотр Спасибо за ваше внимание Пишите комментарии Ставьте лайки Давайте Рекомендации Например Просто Куда дальше идти Я не знаю Я потом Посмотрю Карту Можно даже Сейчас это сделать Потерянный рай Нам нужно Идти в потерянный рай Мы находимся Вот здесь Здесь мы спускались Со скал И нам Куда-то сюда В общем Посмотрим Куда нас Приведет Эта Дорога Увидеть Можно Только Лишь Пройдя По ней До новых Встреч Продолжение следует...